Лера, привет! С прошедшими новогодними праздниками тебя! Привет! Ну что, расскажи, как каникулы провела? Мои каникулы прошли просто волшебно. Я успела покататься на санках и лыжах, смотрела любимые фильмы с семьёй, и даже успела сходить в кино с подругами. И это не весь список моих развлечений. Вот это да! Вот это здорово! Я вообще не понимаю людей, которые говорят, что им нечем заняться, жалуются на то, что скучно. Мне кажется, зима — это такое прекрасное время года, и можно найти просто массу альтернатив, чем себя занять. А тем, кто не знает, чем себя занять, мы подкинем интересные идеи. Доброго дня! В эфире «Классный час» и мы начинаем! Хотя что может быть приятнее холодным зимним вечером — сидеть в кресле, ничего не делать и кушать имбирные пряники? Да, согласна. Это, конечно, здорово. Но мне кажется, что гораздо интереснее эти пряники выпекать, а потом украшать. Потому что свои пряники вкуснее. Конечно, но, знаешь, я бы украсила их в форме снежинок или ёлки. Лер, ну твои идеи воплотятся прямо сейчас, потому что мы будем украшать наши пряники с настоящим кондитером Ириной Тимираевой, а вот помогать ей в этом будут Дайран Ахполова, Камила Бесолова и София Хуранова. Так, я уже жду, не дождусь. Пошли. Ну что ж, всем привет! Здравствуйте, девочки! Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь украшали пряники? Нет, да. А, кто-то да, кто-то нет. Нет, да, нет. Ну что ж, те, кто не украшал, у вас есть прекрасный шанс сделать это впервые. Готовы ли вы? Ирина, давайте начнем. Да, мы с вами подготовились. Видите, у нас с вами есть заготовки пряничков, есть глазу из разного цвета и декоративная посыпка. И сейчас мы с вами начнем расписывать пряники. А пряники имбирные? Это медовые. Классно. Да, также бывают с добавлением шоколада и с различными специями. Да. Начинаем мы обычно в одной из техник просписи пряников с нанесения контура на пряники. Сначала мы наносим контур на наши заготовочки и потом уже мы цветной глазурью будем внутри их расписывать, заливать. Вот, Ирина, расскажите, глазировка пряников, это сложно или маленький ребенок сможет это сделать сам? Ну, он сможет это сделать сам, конечно, тоже, в той степени, в которой он, естественно, может и как ему позволяет фантазия. Ну, а так, чтобы добиться, конечно, каких-то результатов, нужен опыт, чтобы немножко руку набить, как и во всем. Но каких-то общих правил нет, да? Нет, есть несколько каких-то различных общепринятых техник, ну, а так, конечно, полет фантазии. Давайте с вами начнем. Надеюсь, девчонки меня оставят, потому что... Лера, все пряники твои. Давайте мы сейчас открываем наши кондитерские мешочки. А, то есть отверстие нужно прорезать совсем маленькое, потому что тоненькая должна быть линия, да? Да, тоненькая линия у нас будет. И сейчас мы пакетики наши откроем. А какой рецепт глазури? Они такие яркие. Вот какие, например, красители вы используете? Пищевые красители в основном гелиевые. Ну, также можно, бывает, использовать и сухие красители. А рецепт у вас какой-то авторский, секретный? Нет, он не секретный, но, по правде сказать, наверное, на небольшое количество глазури, там на 2-3 белка я вам сейчас не скажу, потому что я не помню. Мы его делаем обычно замес на 6 килограмм пудры. Ого! Вот поэтому в небольшой пропорции мне сложно вам его озвучить. Угу. Да, а вообще его делают... Ну, а ингредиенты хоть расскажите. Это яичный белок и сахарная пудра. Взбивать их не нужно. Мы ее... Не взбивают, а вот какое-то время ее нужно минут 5 порастирать, чтобы она белоснежная стала. Вот, если она будет взбитая, это будет слишком пористая. То есть это белок, как без заяц? Это, да, похоже чем-то на глазурь, которую наносят на пасочки, на куличи. Вот. Но она бывает разной консистенции. Итак, друзья, мы с вами наносим контур. Держим вот так вот мешочек. Вертикально, да? Да, вертикально. И не прикасаемся к прянику, а чуть-чуть в воздухе сверху. Так, вот сейчас мы и проверим ваши творческие способности. Ну-ка, девчонки. А вы как, мамам на кухне помогаете? Вот Дейрана сказала, что у нее вообще был опыт украшения пряников. Да, Дейрана? И как? Понравилось? Все прошло успешно? Да, я не глазурью украшала, а посыпкой. Подожди, посыпкой просто на сухой пряник? Нет, на... Он уже, наверное, да? А, это, наверное, как на Пасху. Все-таки глазурь была. Девочки, расскажите, а у вас был какой-то кулинарный опыт в жизни или нет? Дома маме помогаете? Софа нет? Нет. Вот, значит, сегодня у тебя дебют. Поздравляем. Да, я думаю, что мы справимся и покажем отличный результат. Помимо уже получилась такая симпатичная елочка. И у Дейрана тоже. Давайте приступаем к следующему. Ирина, а вы делаете мастер-классы? Если да, то, например, дети какого возраста к вам приходят? У нас в нашей мастерской проходят детские мастер-классы. Возраст зависит от того, какой именно мастер-класс у нас будет проходить. Где-то с пяти лет, иногда бывает, с четырех лет детки приходят у нас на расписные пряники, вот похожие, как сейчас, они просто могут быть разной тематики. То есть там к 8 марта будут какие-то цветочки, на Новый год своя тематика, на Пасху опять-таки же своя. Это где-то с пяти лет. Например, пряничные домики это, ну, хотя бы с семи лет. Ну, уже школьный возраст, да? Да, потому что там уже нужно пряники раскрасить, и потом мы уже из них собираем домик. А, то есть вы еще и домик конструируете. Да, мы сначала эти детальки выпекаем, расписываем каждую глазурью, и уже когда они подсыхают, мы из них формируем домик. Лера, съела бы такой домик. Ну, потом ты еще спрашиваешь. Что бы съела, окошко или дверь? Слушайте, а могу ли я попробовать украсить человечка? Я смотрю, у вас так это легко получается, мне же тоже хочется попробовать. Кому из девочек я могу помочь? Тут столько пряников, мне кажется. Мне кажется, на каждого найдется. Тома, прошу, я теперь у тебя кондитер. Да, можно девочку, мальчик. Давайте, ну и девочку. Так, а... Скажите, пожалуйста, Ирина, вот когда вы проводите свои мастер-классы, какие-то такие непредвиденные ситуации происходят у вас или нет? Ну, из непредвиденных ситуаций у нас регулярно разливается чай. Правда? Подождите, а чай когда вы используете? Как ингредиент или? Нет. Мы расписываем пряники, но во время росписи, естественно, у всех бывает желание их попробовать. И дабы не ждать, когда дети унесут свои расписанные пряники до дома, мы устраиваем чаепитие. Мы берем пряничек для чаепития, выделяем один из тех, которые мы расписываем, наливаем детям чай, и вот они у нас пробуют на месте произведение. То есть и кондитеры, и дегустаторы, да, в одном лице? Здорово. Я не думала, что это так сложно. Мне получилось какое-то привидение. Да, ладно, по-моему, очень даже симпатичное привидение. Это должна быть девочка-подросток. А вы формируете группы тоже в зависимости по возрасту, да? То есть у вас есть группа малышей, группа детей постарше, а со взрослыми вы работаете? Ну, интересуются насчет взрослых мастер-классов тоже, но для взрослых пока не проводим. Но вот пока не проводите, а если бы проводили, то чему бы учили взрослых? Ну, это немного другой уровень. Здесь больше дети представлены себе, и мы, конечно, это все контролируем. А взрослый мастер-класс, это нужно полностью от теста и до конечного результата все показать, до консистенции глазури, до каких-то мелких точностей, деталей. Потому что, чтобы научить человека, чтобы он мог это потом сам повторить, это немножко другой уровень, это более сложно. Ну, это прям как прохождение курсов. Да, и это будет, естественно, там, допустим, 2-3 человека. А деток у нас бывает где-то 10 в группе. Кто-то радует близких ароматной выпечкой, кто-то гуляет на свежем воздухе. А за что любят зиму юные жители города, узнаем прямо сейчас. Кататься на лыжах, на сноуборде, в цей хорошо бывает, мне нравится. На санках кататься, ну, в принципе, все. Ну, я люблю кататься на сноуборде. Катание на санках, наверное. И все. Ну, разные. На лыжах кататься. Удовую. Там катался я. А еще, может быть, какие-то лыжи? Ну, в детстве сам на санках катался. Я очень люблю кататься на сноуборде. Много лет уже катаюсь, и каждый год то в Грузию выезжаю, но так как сейчас пандемия, приходится кататься здесь, в наших горах, что тоже очень хорошо. И поэтому, не изменяя себе, каждый год катаюсь на сноуборде. Катался один раз на сноуборде. Ну, мне нравится кататься на коньках, на санках интересненько. Большинству родителей знакомая ситуация. Ребенок не хочет или не знает, чем себя занять. Игрушек вагон, но чадо требует участия родителей. Впрочем, приучить ребенка играть самостоятельно, возможно, нужно немного. Это выдержка, хорошая фантазия и советы нашего эксперта, методиста Ирины Авраменко. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, расскажите нам, пожалуйста, мы сегодня говорим как раз о том, чем можно занять ребенка в холодное время года, сидя дома. Вот какие там могут быть развлечения или игры? Ну, я бы порекомендовала обязательно родителям выписывать интересные журналы, которые всю жизнь выпускались. Сейчас не только в Советском Союзе, но и уже в нашей современной России. Это и веселые картинки, это и Барсик был такой журнал интересный, очень выпускался в Северной Осетии. Там очень много интересной информации. Ну, конечно же, это ребусы, это загадки, это интересные маленькие рассказы по определенным словам, это кроссворды, которые можно решать не только самостоятельно, но и с родителями. Связь между ребенком и родителем очень-очень важна. Многие родители не знают, что простые обычные сказки можно читать по ролям. И это очень интересно. Дети потом увлекаются и сами ставят эти сказки впоследствии. И, наверное, запоминают их хорошо, да? И не просто запоминают, а потом и цитируют. Вот и вам развитие и памяти то же самое, что и любой кроссворд. Можно читать на определенный приз. То есть сейчас ты почитал чуть-чуть, потом я почитал чуть-чуть, а тебя ждет приз, который где? А мы поиграем в квест. Но, к счастью, квесты нужно готовить самостоятельно родителям. Да, и приходится их готовить, когда ребенок где-то бывает в детском саду. Тогда бывает очень интересно. А когда ребенок пришел домой, у вас есть суббота-воскресенье. К большому сожалению, не все родители на это подписываются, способны. Да, потому что родители тоже очень все заняты. Но Дворец Пионеров предлагает очень интересный сценарий. Можно приобращаться к нам, мы с удовольствием поможем. Это квесты как в квартире, так и в подъезде, если у вас очень хорошие соседи. Подождите, вот эти квесты рассчитаны на одного ребенка или на группу детей? Можно на одного, можно на группу. Ну, кто знает, вдруг многодетные семьи. Да, многодетные семьи. Это очень весело. Почему? Во-первых, ребенок узнает свою собственную квартиру получше. И он знает, где что может спрятать мама. Ведь конфеты находят все, а подарки находят не все. Правильно? А если мамочка все правильно сорганизовала, у ребенка получается очень интересная своего рода игра. И потом, если у мамочки есть время, у родителей есть время, то каждую субботу-воскресенье можно смело отправляться в гости, а детям оставить записки пожеланий. А подарок можно найти, когда мама придет домой. Молодец подарок. А вот, я пришел с подарком. Для моей мамы вместо квестов существует я, поэтому я слежу за всеми братьями. Вот, видишь, как тебе хорошо. Значит, ты уже можешь что-то интересное сорганизовать. Да. Потом, допустим, очень интересная, веселая игра, в которую мы все играли, особенно на переменах, это крестики-нолики. О, да. Но это ненадолго, а надолго морской бой. Это интересно. Почему? Команду надо назвать свою, корабли свои надо назвать. А мы знаем, что морской бой бывает разный, да? Есть сложные корабли, а есть маленькие кораблики. То есть, если ты хочешь очень, чтобы побыстрее, то это маленькие кораблики 10. А если мы играем на века, то мы делаем один такой корабль, два двойных, три тройных и так далее. Все это тоже описано. Это очень интересно. Ой, ну это, мне кажется, очень интересно. И вообще это здорово. И игра может получиться прям такой отлаженной, азартной, в том случае, если дети практически ровесники. А если, например, разный возраст. Ну вот, к примеру, мальчику 14 лет, а девочке 8. И у них могут возникнуть какие-то разногласия. То есть, младший ребенок не всегда понимает, что от него требуется. Старшему в этот момент уже скучно. Вот такого не может произойти. Ну, более осознанно. Ну, хорошо, допустим, младшему тогда 4, а старшему 12. А если, ой, это очень хорошо. Чтобы 12-летнему не мешал 4-летний ребенок, мы берем ножницы безопасные. И то, что нельзя резать. Мамин каталог. Но старый. Ага. Ну, ребенок же не знает, что этот уже каталог вышел из воды. Все, и мы предлагаем этому ребеночку, смотри, мама будет ругаться, но мы ей не скажем. И даем каталог, который ребенок будет резать ножницами. Все дети любят резать ножницы. Да, это точно. Несмотря ни на что, все абсолютно. Сейчас безопасных ножниц очень много. И они есть разные, и даже рифленые. Можно даже какую-нибудь старую ненужную вещь. Правда? Да. Старая ненечка. Это другие ножницы. Вы сделаете ножниками и не порежете. Да. Сначала что-то из бумаги делается. Креповая бумага может. Это можно шить одежду из креповой бумаги. Это очень удобно. Потому что ее можно связывать, растягивать, завязывать, рвать, что-то с ней делать. Это очень удобная бумага. Ну, а сам процесс вырезания – это уникальная вещь. Плюс мы можем ребенка занять маленького не особо, а средний возраст младших школьников и младший дошкольный возраст – это оригами. Самые простые модели, которые потом с удовольствием запускаются в ванной, в козу, в кораблике. Мне кажется, это взрослым было бы интересно. Мне никогда не получилось сделать оригами. Нам постоянно в школе, например, по ИЗО в начальной школе давали задание сделать оригами, из оригами что-нибудь. Мне никогда не получалось. У меня то здесь листик никак-то неровно, я складываю. Это не страшно. Если сделать эту модельку один, два, три, десять раз, то все получится. Да. Мне кажется, что Лера не похожа на человека, у которого что-то не получается. Ну, в следующий раз мы можем провести мастер-класс по оригами, не вопрос. О, отлично. Здорово. Почему нет? Да, сейчас Новый год, новогодние ёлочки, новогодние открытки. Плюс все дети любят клей. А если смелые родители им могут дать пластилин... О-о-о. Да, только сначала надо застелить все чем-то. Истина желательна. В общем, я поняла. Если вам в зимний период неохота выходить на улицу, мерзнуть, и вообще погода вас не устраивает, и вы сидите дома, нужно заниматься опытами. Да. Что-то смешивать, что-то резать. Да, склеивать, да. Все занятия. Что-то где-то находить, искать. То есть, да, вы можете... Ты хочешь оригами, значит, ты должен найти листик бумаги, из которого мы сейчас будем делать оригами. Вот. Дети же экспериментаторы. Да. Да. Это интересно. Мы сейчас вот обсудили то, что можно делать дома. А вот все-таки дома. Вот. Немного. Спрошу такой вопрос. Что делать, чем заняться на улице? Вот. Если погода теплая, например. Квест, который в наше время назывался «Казаки и разбойники». Ой, я обожала эту игру. Да. Во-первых, это играет весь двор. Во-вторых, мы обязательно что-то ищем. Потому что казаки что-то спрятали, и рабоинки должны найти. Ну, в наше пионерское время это был флаг. Ага. Сейчас это может быть все, что угодно. Это может быть игрушка, это могут быть конфеты, это могут быть книги. Монетки. Монетки, да. Дети сами находят с удовольствием, что им спрятать друг от друга. Ну, как правило, сейчас это лего, игрушки из киндер-яйца и так далее. Какие-то вот такие интересные вещи. Вот. И самое интересное, что все происходит в рамках двора. То есть никто не выбегает на улицу. На дорогу, например. На безопасной территории все находятся. Все равно на безопасность. Все равно. Допустим, если мы возьмем район Баама, большие квадратные дворы. Да. Если мы возьмем район Китайской, небольшие дворы. Но, тем не менее, все происходит внутри дворов. И никто не выбегает. Ой, знаете, мне кажется, в чем беда нашего времени. Вот я, например, лично наблюдаю картину, что сейчас дети, даже находясь во дворе, даже находясь в большой компании детей, сейчас нет игр. Сейчас дети в основном сидят на лавочке, что-то разглядывают в гаджетах опять же. Да, просто обмениваются какой-то информацией. Но вот так, чтобы была какая-то организованная игра, я давно этого не видела. Вот взрослые, например, могут все это организовать в дворе? Конечно. Мы как республиканский дворец проводим каждый год пионерский лагерь. Лагерь отдыха сейчас он называется. Да, здоровительные лагеря. И вот в этих лагерях мы проводим очень много разнообразных форм. И игровых в том числе. Это и квесты, это и, а ну-ка, девочки, это и, а ну-ка, мальчики, это и лучший повар, это и лучший чтец, несмотря... То есть дети выбирают, что они будут читать сами. Но каждая смена обязательно чему-то посвящена. Допустим, в прошлом году это было «Столетие Кучиеву», одна из смен была посвящена «Столетие Кучиева». И, конечно, тут уже было исследовательские какие-то интересные работы, и мы делали «Белых мишек», ну, как в тему. Знаете, в «Артеке» тоже каждая смена посвящена какой-то книге. Например, когда я была, мы говорили про Тома Сойера, и, в принципе, там было много сценок и разных конкурсов, связанных с этой книгой. Это интересно. Очень. Игра познается вместе с книгой, это интересно. А вот можете вы дать какой-то совет нашим телезрителям, родителям, как отвлечь, как развлечь скучающего ребенка? Ну, во-первых, нужно очень любить своих детей, работу отодвинуть на второй план. И ребенок, который скучает, а скучает он все время, с утра до ночи, просто увидел, что мама его любит. И самим родителям, конечно, нужно сейчас, вот в это время, быть на высоте. Они должны уметь делать оригами, они должны уметь печь, они должны уметь готовить квесты, они должны, да, с ребенком переступить через все, пойти в кино, которое интересно ребенку посмотреть. И, конечно же, это развлечение на воздухе, то есть выехать куда-то за город в обязательном порядке, сесть самому, порешать с ним эти же самые кроссворды, и самому убедиться, что я могу. Потому что есть кроссворды, которые даже, детские кроссворды, которые родителям очень тяжело даются. Но любовь побеждает все, поэтому, если я люблю ребенка, я отодвину все, и развлеку его, и буду с ним лепить, и печь, и готовить. Мне кажется, это не просто развлечение ребенка, но это еще и саморазвитие родителей, потому что игры они увлекают, тоже как-то развивают. Они развивают отношения между взрослым и ребенком, а это, наверное, самое главное, что ребенок и родители – это большие-большие друзья. Ирина, спасибо вам большое за встречу, за такую воодушевляющую беседу. Беседу, да, позитивно, очень. Спасибо, счастливо. Что ж, наши пряники уже готовы. И просто посмотрите, как здесь все ярко. Жаль, что Новый год уже прошел. Но мне кажется, этим можно заниматься не только в новогодние праздники, а, в принципе, всю зиму, да и всю жизнь. Что мелочиться. И здесь лежит мой тоскующий пряник. Что с ним делать? Наверное, съем. Это правильное решение. Да. И вот еще интересно узнать, украсить-то вы их украсили, а сколько нужно ждать, пока глазурь застынет? Ну, желательно. Если мы их планируем запаковывать, мы обычно то, что расписываем сегодня, запаковываем на следующий день. Потому что сверху она может схватиться, а внутри глазурь все равно еще до конца не высыхает. Поэтому желательно ставить на следующий день. То есть сутки она затвердевает, да? Где-то так, да. Значит, у меня есть время быстренько украсить его. Конечно, Лера. Как ты свою девушку прекрасную оставишь без одежды яркой? Она будет Элиза, смотри, голубое платье. Ирина, скажите только по секрету, вы подсказывали вообще, вот как девочкам украшать пряники или нет? Или они сами придумывали? Сами были дизайнеры? Да. В общем-то, каждый выбирал тот цвет, который ему понравился. И на свое усмотрение они их расписывали. Как это здорово. То есть это не только развивает моторику, это еще развивает и фантазию, и образное мышление, да? И, ну и, конечно, какие-то кулинарные способности. Да. Ирина, спасибо вам большое. Девочки, вам понравилось? Да. Мне уже все нравится, правда. Подожди, Лер, ты сейчас-то все еще пробовать будешь. Спасибо большое за то, что пришли. Девочки, спасибо вам за помощь. И я думаю, что вам теперь стоит передать этот опыт своим мамам. Да? Будете дома с мамами украшать пряники? Да. Здорово, спасибо. Ну а мы уходим на рекламу, скоро вернемся, не переключайтесь. Тома, как я сказала, я успела посмотреть много фильмов. И самый запоминающийся серебряные коньки. А чем он тебе запомнился? Мне кажется, своей атмосферой там все происходит на замерзшей речке в Санкт-Петербурге. И мне кажется, я смогу почувствовать себя главной героиней. Как? Каким образом? Ну, на замерзшей речке в Санкт-Петербурге я не покатаюсь, но смогу найти альтернативу, ведь у нас открылся уличный каток. Думаю, что наш сегодняшний гость, начальник управления культуры АМС города Владикавказ Руслан Марзоев нам об этом поподробнее расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как появилась идея создания катка? Идея создания катка витала уже давно, потому что каток у нас в городе был. К сожалению, он был в очень неприглядном состоянии. Два года назад мы уже пытались этот каток запустить, но тогда у нас не получилось. Вот в этом году звезды все сложились, мы смогли обновить оборудование, которого нам не доставало, и благодаря этому каток все-таки запустили. Он уже работает пока в тестовом режиме, потому что вся команда, которая с ним работает, они впервые занимаются катком, и, естественно, им приходится учиться. К нам периодически приезжают специалисты, которые что-то показывают, объясняют. Вот, но в целом уже получается, люди катаются, на выходные ажиотаж страшные, в будни, конечно, и поменьше людей, но, тем не менее, спрос есть, и даже некоторые просят открывать пораньше, не в обед, а с утра хотят кататься. Вот, я как раз хотела спросить, а почему выбрали именно вот такие часы работы катка? Ну, потому что пока, говорю, мы учимся. Нам надо вот хотя бы еще неделю, чтобы притереться, понять все. И в дальнейшем, я думаю, что он будет работать в течение дня, как обычный городской каток. Каток-пробник пока. Ну, вот, да, персонал-пробник. Ну, есть перебои. Вот, на днях был ураган у нас в городе небольшой, и, конечно, он немного подпортил планы для тех, кто хотел покататься вечером. Подпортил планы. Да, пришлось нам его долго убирать, чистить, заново намораживать лед, но уже сегодня он работает, поэтому можно смело брать коньки и бежать к нам на каток. Но плюсовая температура этому катку не страшна, да? Думаю, вот в холодное время года, где-то до плюс 15, без прямых лучей солнца, он спокойно может функционировать. Как только становится теплее и ветреная погода, он чуть-чуть начинает подтаивать. Вот я не совсем помню, там есть какое-то покрытие или нет? Нет, он открытый. Это именно открытый городской каток. То есть он не защищен от непогоды? Он не защищен, но он этим людей и привлекает, потому что у нас есть ледовый дворец в городе, но людям нравится именно кататься на свежем воздухе в центре города. Ну, а на вес какой-то, например, если идет дождь, у нас-то такое бывает зимой. Ну, катку это не страшно. Ага, здорово. То есть там холодильное оборудование работает 24 часа в сутки, и даже вода, которая на него попадает, она сразу подмораживается. Недавно произошел инцидент. В связи с которым была испорчена вроде бы труба. Как вы с этим справились и поймали ли вы этих противников? Ну, там, на самом деле, ничего такого страшного и не произошло. Да, действительно, немножко повредили, но там трубка, не труба даже, а трубка, что-то еще вот этой вот соломинки, но через нее проходит охлаждающая жидкость, которая и начала вытекать. Ну, мы в течение буквально часа эту проблему устранили, поэтому на работе катка этого вообще никак не сказалось. А, то есть люди катались, а вы быстренько починили все? Да, это было за пределами катка, поэтому мы быстро все это оперативно устранили, и никто не пострадал. Отлично. А я вот была тоже свидетелем того, что на катке я прям видела огромное количество людей. Есть ли какая-то техника безопасности или люди, которые следят за безопасностью людей, которые находятся на катке? Да, у нас есть ребята, которые целый день находятся на катке, они следят и за состоянием льда, они, конечно, учатся, как я уже сказал, но тем не менее, вот сейчас уже через каждые несколько сеансов лед полностью убирается, вся крошка ледяная, все это убирается, подливается вода там, где образуются какие-то ямки небольшие, вот поэтому стараемся следить, возможно, инструктор появится, потому что есть обращение по поводу того, чтобы научиться кататься на коньках, вот, каток, конечно, не предполагает прям вот полноценного процесса обучения, все-таки людей очень много бывает, вот, но тем не менее, спрос есть, я думаю, такая тоже услуга появится. А есть какой-то список запрещенных действий, поведения на катке, вот как, например, в аквапарке? Ну, да. Ну, это городской каток, где люди приходят именно отдыхать, не играть в хоккей, не заниматься фигурным катанием, вот, поэтому мы, в первую очередь, просим исключить агрессивную езду и катание в противоположном направлении, в отличие от остальных. А печенье есть можно на катке? Что-либо есть вообще? Ну, я говорю, каток убирается регулярно, какой-то мусор постоянно подбирается, поэтому, если кто-то съест печенье, думаю, ничего страшного не произойдет. Лера, меня не заметит. Да, ну, конечно, выходить на лед, там, с бутылкой воды, там, или с каким-то другим предметом, который может упасть, попасть под коньки, конечно, этого нельзя делать. А, кстати, что насчет горки? Ее же тоже открыли. Сколько времени ушло на изготовку и подготовку? Открыли громко сказанное. Мы давно планировали такую горку в центре города поставить, и, опять-таки, вот оно это случилось. Было тоже непросто, ее доставляли из другого региона, собирали. Вот, почему мы выбрали эту горку? Потому что у нас зимы бесснежные, и, естественно, нужен был какой-то вариант, чтобы дети могли покататься и зимой без снега на горке. И летом по факту. Да, и летом по факту она круглогодичная у нас. Вот это специальное покрытие, для которого нужны ватрушки или тюбинги с пластиковым дном. То есть любое транспортное средство зимнее туда не подойдет, на эту горку. Вот, на этот пластик наносится специальная эмульсия с использованием воска, и за счет этого происходит скольжение. Потом со временем горка уже вся смазывается этим воском, и ватрушки скользают очень гладко по этому покрытию. Вот, когда выпадает снег, соответственно, здесь уже можно использовать ледянки, обычные тюбинги, то есть любое оборудование, которое, в принципе, есть у вас для катания с зимних горок. А там могут кататься только дети или взрослые тоже? Взрослые тоже опробовали, но мы вот в течение сеансов, когда катание происходит, предлагаем. Наши взрослые сотрудники не испугались, а те, кто приходят с детьми, обычно воздерживаются, все-таки побаиваются кататься, а дети очень смело катаются. Я думаю, что, в принципе, им нравится, тоже бывают и очереди там, но я думаю, что на выходных будет людей намного больше. А горка работает, насколько я знаю, вообще в позднее время, да? Она вечером, мы открываем ее с 5 до 9 примерно, потому что в будние дни дети в школе, родители на работе, прохожих очень мало бывает на площади свободы в это время, поэтому мы решили сдвинуть к вечеру. Самые активные часы, да? А в выходные дни, соответственно, она у нас работает подольше. А вот есть ли у вас в планах установка еще каких-либо развлечений для жителей и горожан, если не секрет? Ну, в планах уже на эту зиму нет, потому что все-таки уже середина зимы, и пока мы что-то установим, уже будет немножко поздно. Все, что мы хотели в этом году, мы уже поставили, да. Очень много вещей мы пробовали впервые, и что-то, может, получилось, что-то нет. Мы выводы из всего сейчас сделали. Очень хочется большой каток поставить, то есть, чтобы вот как на речке в Санкт-Петербурге, это надо, ну, в центре города, естественно. То есть, чтобы у нас было два открытых катка, вот это мечта на следующую зиму уже у нас. Сейчас попробуем с этим небольшим катком поработать, а дальше уже. Что ж, я подойду. Мне кажется, сейчас, да, многие наши юные телезрители потирают ладошки и ждут этого катка. Это, конечно, интрига года. Спасибо большое, Руслан, и за интересную информацию, за подробную информацию. Да и просто за встречу, за позитивную беседу. Дождите меня с моими друзьями на катке, я обязательно приду. Вы думаете, я вас только оставлю? Будем ждать с нетерпением. Спасибо. Спасибо. Горки. Это, конечно, здорово и весело, но очень травматично и довольно-таки. Это опасно. Чтобы такого не случилось, нужно соблюдать все пункты техники безопасности. Подробнее в нашем сюжете. Катание с горок – самое любимое развлечение всех детей. Санки, салазки, ледянки – незаменимые атрибуты зимних забав. Но в последнее время популярность набирает такое направление, как сноутюбинг. В простонародье – резиновая ватрушка. Несмотря на безобидное название, тут необходимо соблюдать технику безопасности. Всем, как и всем этим занятиям, надо подходить разумно и, правильно сказать, цивилизованно. Кататься надо только на оборудованных для этого специально площадках. Вот, предположим, тюбинг. Когда катаешься на тюбинге, катание на нем неуправляемое. То есть ты не можешь остановиться сам. Траектория твоего движения тоже не зависит от тебя, она зависит только от рельефа. Всегда, если вы собираетесь, чтобы ребенок катался, и вы знаете, что это экстремальное катание, на чем он не катался, это шлем. Для катания на тюбинге недостаточно одного лишь желания и специальной защиты. На всех профессиональных тюбинговых площадках есть свои внутренние правила, которые также необходимо соблюдать. Первое правило – это весовые ограничения до 100 килограмм. Далее – это возрастные ограничения до 5 лет. То есть даже если родители просят, что можно, пожалуйста, я с ребенком, он маленький, я его буду держать. Нет, мы не разрешаем. Это все-таки в целях безопасности. Категорически не разрешается спускаться на ватрушки вдвоем. Перед тем, как человек хочет спуститься с тюбинга, его внизу все ему рассказывают, показывают, что надо, как надо. Потом далее он поднимается наверх с ватрушкой. И наверху тоже инструктор ему рассказывает, как дальше себя вести, чтобы не повредить себя и как-то быть более аккуратным. Катание на снежных горках – отличное времяпрепровождение в зимнюю пору. Но чтобы веселье ничего не омрачало, главное помнить – безопасность превыше всего. Роксана Бегаева, Мадина Тимирканова, Диана Кабалоти, Денис Ладик. Телекомпания «Осетия». В России первое соревнование по лыжам прошло 28 января 1896 года в Москве на Ходынском поле. Участвовала небольшая группа лыжебежцев, единственной в то время лыжной спортивной организации Московского клуба лыжников. Им предстояло проехать дистанцию в 3 километра. Кстати, на данный момент официально зарегистрировано 328 лыжников, которые преодолели предел в 200 километров в час в скоростном спуске на лыжах. Интересно, а до какой скорости могут разогнаться наши лыжники? Мне кажется, вот об этом можно спросить у инструктора по лыжному спорту Александра Сушко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Александр, расскажите, сколько нужно уроков, чтобы освоить, ну, азы катания на лыжах? Всё зависит, опять же, от физической подготовки ученика, его координации, его восприятия, значит, даваемых инструкторам занятий. А так, в принципе, хорошо подготовлены физически и воспринимающие уроки ученик за несколько уроков, в принципе, может научиться. То есть при правильной методике обучения и правильном восприятии учеником данного материала, и, в принципе, всё решаемо. Хорошо. А мне интересно узнать, какого возраста ученики вот к вам приходят. Например, у вас какие-то разновозрастные группы бывают, или вы индивидуально занимаетесь? Как это всё происходит? Ну, всё абсолютно по-разному. То есть слишком рано, детей тоже не надо ставить на лыжи. Почему? Потому что... А многие мамочки хотят. Нет, многие мамочки хотят. Вот всё, мой ребёнок пошёл, пешком, значит, ходит, и я хочу, чтобы катался на лыжах. Вот я, мол, катаюсь, да, и я научить не могу. Кстати, вот такая политика у многих родителей. То есть они считают, что если ребёнок уже может ходить, то его надо сразу ставить на лыжи, чтобы было подспорье, чтобы было такое мощное, серьёзное спортивное. Нет, это мощное подспорье, но это не совсем правильно. То же, чтобы ребёнок окреп физически и понимал, чего от него требуют. И немаловажный фактор, чтобы ему тоже хотелось. Почему? Потому что не раз приходилось видеть, когда ребёнка привели, пытаются научить его, а он всем своим существом сопротивляется. Это сколько лет? Ну, скажем, года четыре, там, три с половиной, четыре. То есть это совсем рано. Я считаю, что ребёнок уже должен и физически окрепнуть, и, значит, уже он должен понимать, чего от него требуют, чего от него хотят. Что он хочет сам. Что он сам хочет. Прежде всего, у ребёнка самого должно быть желание. А когда его заставляют, там, естественно, он сопротивляется всем своим существом. Наверное, это пустая трата времени в этом возрасте, да? Трата времени. И в дальнейшем я знаю немало таких примеров, когда ребёнок уже всем своим существом отталкивается от этого дела. То есть нужно, чтобы он уже подрос, и потом он с удовольствием занимается и показывает прекрасные результаты. Хорошо. Ну, тогда скажите нам оптимальный возраст, когда нужно ребёнка ставить на ночь. Я думаю, что лет шесть. Шесть лет, шесть-семь – это уже замечательно. А есть ли предел тогда? Ну, предел возраста. Когда уже бесполезно, да? Ну, всё, ты уже не научишься. Ну, совершенству, как говорится, нет предела. И желание, что есть, скажем, взрослые люди, значит, уже в зрелом возрасте начинают заниматься, тоже порой говорят, что «Ой, да я не умею, зачем мне это нужно?» Никаких проблем нет. Главное, чтобы было желание и, значит, умение инструктора найти общий язык, и тогда никаких проблем не возникает. А ещё один очень важный момент – это выбор лыж для детей, потому что лыжи по длине подбираются в зависимости от роста, да? Всё в соответствии, да. Подбирается снаряжение. Ну, естественно, размер обуви, ботинки. Значит, лыжи как для взрослого, так и для ребёнка в немаловажности имеют правильный подбор снаряжения. А что значит «правильный подбор»? Правильный подбор. Всё в соответствии с ростом, весом как взрослого человека, так и ребёнка. То есть от этого очень много зависит. Ну, вот приблизительно, например, под рост метр сорок. Какие нужны? Какой длины лыжи? Метр сорок. Или вы так по цифрам не помните? Нет, по цифрам мы даже не будем брать. Вот, разная таблица есть. Просто поставили, что взрослый человек, что ребёнок, поставили, и вот под переносицу будет длина лыжи. А, длина лыжи. Да, длина лыжи. Это так все измеряется? Да, да. Обалдеть, я не знала. То есть вот ставим вертикально лыжи, и они должны на уровне лыжи заканчиваться? Ну, примерно, да. Чуть выше, чуть ниже. А почему именно переносицы? Интересно, понятно. Да, там в зависимости, опять же, вот, допустим, когда спортсмены уже катаются, и в зависимости от стиля катания, от класса катания, то есть есть, допустим, фрирайд, свободный стиль катания, значит, с лалом, и в зависимости от хождения по вот этим трассам, и уже соответствующая есть, ну, подборка, соответственно. То есть это каждый год ребёнку нужно покупать новые лыжи? Ну, ребёнок, да, ребёнок растёт, но... Уровень переносится, меняется, и не растут. Ну, примерно средний возраст подбирается, и ничего страшного. Конечно, подрастёт, когда ребёнок уже... Вы сами поймёте, что ребёнку нужно менять снаряжение. А нужен ли какой-то особый уход за лыжами? Например, чем-то смазывать их? Нет, естественно, конечно. Всё, естественно, зависит, значит, от погодно-климатических условий, да. И чтобы лыжи лучше скользили, есть определённые смазки, например, вот, низкие температуры, есть, допустим, уже ближе к весне тот же снег, опять же, имеет под воздействием солнца, температуры, окружающие среди влажности воздуха. Значит, снег уже свои свойства другие приобретает, и есть соответствующие смазки, скажем, для холодных условий катания, для более тёплых, весенних, такой вот снег. Ну и, соответственно, регулировать крепление. Значит, очень... Один из основополагающих факторов, ну, как бы, безопасности, значит, правильно подгонять крепление. Соответственно, значит, что... Вот были времена, когда с этим были большие проблемы, а на сегодняшний день современное снаряжение и уже очень хорошо регулируется. То есть передний, задний маркер в соответствии с весом, что ребёнка, что взрослого человека, и в соответствии с его весом правильно выставляется. И в случае аварийной обстановки, скажем так, если человек упал, и чтобы не травмировать, скажем, ногу, и уже в автоматическом режиме лыжа отстреливается, и всё. Александр, ещё вот такой вопрос. Вот сейчас середина зимы, и хотелось бы у вас спросить, в среднем сколько для того, чтобы ребёнок уверенно стоял на лыжах, потребуется времени? То есть есть ли у наших юных телезрителей ещё возможность, у тех, кто даже ещё не стоит на лыжах, научиться и в удовольствие покататься этой зимой? Есть, конечно. Успеют? Успеют, да. Я надеюсь на то, что выпадет хороший снег, и все ещё, и взрослые, и дети при желании научатся кататься и будут кататься в этом сезоне ещё. А вот к нам в Цельское ущелье приезжают, наверное, много туристов. Вот вы не замечали, из каких городов они больше всего приезжают? Значит, ну, естественно, жители нашей республики приезжают, приезжают гости республики, значит, из района Кавказских минеральных вод, из Краснодара, из Ставрополя, ну и, соответственно, из Москвы, Санкт-Петербурга тоже. На протяжении лет я вижу многих людей, которые побывали в различных горнолыжных центрах, как наша необъятная родина, и в зарубежье были, и, тем не менее, с большим удовольствием приезжают к нам, потому что очень нравится природа, нравится вид на горы, общение с нашими людьми. Всё прекрасно, всё замечательно, поэтому хотят опять и опять приезжать сюда к нам. Вы очень многогранная, интересная личность, и я знаю, что вы занимаетесь не только лыжным спортом, но ещё и в летний период тоже находите какое-то интересное занятие, которое связано с горами, да? Да. Чем занимаетесь? Ну, я занимаюсь уже много лет альпинизмом, так же, как инструктор по горным лыжам, я давно являюсь инструктором по альпинизму. Да, и вот, мне очень нравится. Меня в своё время, когда я увлёкся ещё в юности этим увлекательным хобби, видом спорта, увлёкся, да, и вот по сегодняшний день, да, на сегодняшний день я уже не участвую в чемпионатах, ну, нет той команды, с которой мы ходили, но всё, что можно было в своё время выполнить, я выполнил. Расскажите о ваших достижениях. Ну, достижения какие? Значит, достижения мастер спорта по альпинизму. Оплавы. Да, значит, есть заслуженные, есть почётные звания, скажем, в том же альпинизме, но, в частности, мастер спорта – это заслуженное звание, ну, и почётные звания, скажем ещё так, дополнительно. Это что значит? Это почётное звание в альпинизме – снежный барс СССР. Мне тоже довелось. Что это такое? Что за звание? Значит, в советские времена, значит, на территории наших бывших тогда советских республик Таджикистана и Киргизии, в горных системах Памир и Тяньшань, значит, есть вершины, высоты которых выше 7 тысяч метров. Это пик Парженевской, пик коммунизма, пик Ленина – это на Памире, и пик Хантенгри, и пик Победы на Тяньшане. Ну, и вот, совершив восхождение на эти вершины, человек получал это почётное звание. Невероятно. Да, ну, нужно было для выполнения этих норм 5, совершить восхождение. Ну, мне довелось совершить 13 восхождений на эти вершины. Причем в два раза больше. Фантастика. Да, это фантастика, да, это замечательно. Ну, вот как-то так сложилось. То есть, когда зима заканчивается, лыжи уходят в сторону, и вы занимались альпинизмом? Занимал альпинизм, да. И потом ещё, значит, после развала Советского Союза, значит, Федерация Альпинизма, Федерация Альпинизма России было учреждено, значит, почётное звание Снежный Барс России. И, значит, для выполнения этих норм требуется 10 восхождений на высочайшие вершины России. У нас тоже, вот, кроме Кавказа, на Кавказе у нас в эту зачётную таблицу входят 8 вершин. То есть, вот, Казбек, вершина, которую мы каждый день в хорошую погоду видим. Значит, высочайшая вершина Кавказа России и Европы, вершина Эльбрус. И, значит, 6 вершин в Безиндийском районе Кабардино-Балкарской республики. Ну, эти вершины тоже пятитысячники, по высоте имеется в виду, значит, очень сложно в техническом плане. Для того, чтобы совершить восхождение на них, нужно иметь очень богатый альпинистский опыт, все технические навыки, высокую спортивную квалификацию. Да, и, значит, высочайшая вершина Алтая – это Белуха. И высочайшая вершина Камчатки – это Ключевская совка. Ну, невероятно просто. Это действующий вулкан, да, такой… Счастливый вы человек, Александр. Да, это здорово. Вот когда хорошему человеку желают покорения вершин, вам, наверное, такие пожелания озвучивать бессмысленно, поэтому мы вам скажем спасибо большое и реализации ваших планов. Спасибо большое. Думаю, теперь я точно знаю, как проведу остаток зимы. Ну, я надеюсь, что наша программа помогла не только тебе и мне, но и всем нашим телезрителям. Ну, что ж, это был классный час, и всем пока-пока. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова